Привет, друзья! Южнокорейский сериал от Netflix в последние недели штурмом захватил весь мир. И в скором времени шоу станет самым популярным в истории стримингового сервиса, поскольку миллионы зрителей прильнули к экранам, чтобы понаблюдать за тем, как 456 игроков участвуют в серии детских игр, чтобы выиграть сногсшибательную награду. Однако проигравшие в этих играх расплачиваются жизнью. В закулисном видео создатель Хван Дон Хёк и ряд звезд шоу раскрыли все тонкости, каждой задачи, которая перед ними стояла, включая полноразмерную куклу, перетягивание канатов и явный ужас, который ощущали актеры. Так вот, если вы смотрели этот сериал вместе со всем миром, то, скорее всего, вас также напугала некая гигантская роботизированная кукла, которая запомнилась своим появлением в первом эпизоде шоу. В мире кинематографа жутких кукол более чем достаточно. Кукла Чаки преследовала фанатов жанра ужасов целые поколения. Аннабель пугала самых смелых из нас, отчего только стоит кукла из фильмов пила. Но если вы думаете, что эти крошечные злодеи довольно страшные, то огромная кукла из сериала «Игра в кальмара» всех их подвинула, заняв почетное первое место. Игра с ее участием называлась «Красный свет, зеленый свет». Эта игра была очень популярна в 70-х и играли в нее в основном в глухих переулках. Изюминкой является то, что в ней одновременно могут принимать участие множество людей. По сути, данная игра – это почти отражение менталитета толпы. Люди в одинаковой одежде, все выглядят одинаково, они в отчаянии и каждый хочет выиграть. Это было на удивление впечатляюще, говорит режиссер картины. Некоторые думали, что кукла была сделана при помощи графики, но нет, это полноценная аниматроника. К тому же продюсеры сериала одолжили это чудо для съемок, после чего вернули на место. По словам создателей, кукла охраняет вход в музей конных экипажей под названием «Мача Лэнд» всего в трех часах езды от Сеула в округе Чинчхон. Так что если вы уже успели стать ее поклонником, то спокойно можете навестить ее на автобусе или машине. Кстати, точная копия куклы недавно появилась на пешеходном переходе торгового центра в Маниле. Она следит за пешеходами, пока поет жуткую песню из игры «Красный свет, зеленый свет». Если пешеход пытается перейти раньше положенного, то она поворачивает голову и мигает своими красными светодиодными глазами прямо на них. К счастью, на этом все и заканчивается, в отличие от сериала. Самым популярным у зрителей стало испытание «Сахарные соты», в котором нужно иголкой вырезать определенную фигуру из дальгоны – сладости, популярной в Корее. Причем игрокам необходимо было отделить форму от окружающей части конфеты так, чтобы она не трескалась или не ломалась. Если же конфета при выполнении задания ломалась, то все заканчивалось плачевно. Актриса Хо Йон Чон вспоминает, что сладости на самом деле производились прямо на съемочной площадке инструкторам по корейским конфетам. Одним из самых запоминающихся моментов для меня были соты. Инструктор по приготовлению сот постоянно их готовил на съемочной площадке. И площадка потом весь день пахла конфетами, так что они были настоящей, как и просил режиссер. Кстати, недавно актриса рассказала, что Netflix Корея заставила ее дважды пройти это испытание в реальной жизни. Однако, как она застенчиво признает, они дали мне две попытки, но я все провалила. После этого мода на эти конфеты захватила весь мир. В ТикТоке появились тысячи роликов, на которых авторы готовят дальгоны, а затем пытаются аккуратно вырезать из них разные формы. Но пока многие пекут самостоятельно, в Южной Корее их продают прямо на улице. Особенно популярен такой формат был в 90-х. Такие конфеты продавали в небольших палатках рядом со школами, а если покупатель успешно вырезал фигуру, то получал второй бесплатно. В начале нулевых небольшие торговые точки по их продаже почти исчезли, но сейчас, благодаря сериалу, обрели новых покупателей. Один из мастеров по созданию сладостей говорит, что с конца сентября у его небольшой палатки в Сеуле с самого утра выстраиваются огромные очереди, а ему приходится оставаться до самой ночи, так как раньше он продавал меньше 200 конфет ежедневно, а теперь они разлетаются по полтысячи. Мы даже подумываем у нас в палатке на всякий случай повесить винтовку из-за такой сумасшедшей популярности, шутит мужчина. Еще одним заданием, от которого кровь стынет в жилах, называлась прогулка по стеклу. Можно сказать, что это одна из самых сложных игр в сериале, одновременно азартная и волнующая. В этой игре люди должны по очереди переходить стеклянный мост, чтобы добраться до другой стороны. Стоит отметить, что дорожка изготавливалась как из обычного, так и из закаленного стекла. Если игрок наступает на обычное стекло, он падает в огромную пропасть. Сцены, в которых участники падают с моста, вызывают шок у публики. Но как режиссер и съемочная группа создавали эти сцены, обеспечивая безопасность актеров, и неужели актерам приходилось прыгать по стеклу? Оказывается, все это фокус с нужными ракурсами и эффектами. Фактически команда построила настоящий мост высотой примерно в один метр над землей, так что в каком-то смысле некоторые актеры падали по-настоящему и выражали реальные эмоции. По словам режиссера Хван Дон Хёка, человеку свойственно бояться столкнуться с пугающей ситуацией. Высота всего в полтора метра может напугать. Этот момент заставил актеров изрядно понервничать. Думаю, мы смогли выразить этот страх. Это было что-то похожее на прыжок с высокого моста. Игра была реальной, и они чувствовали все по-настоящему, так что реализма мы определенно добились. Однако для более масштабных сцен, требующих большего чувства опасности, команда перешла ко второму мосту со значительной высотой. Но тут уже актеры были защищены страховочным тросом, ну а эффект разбивающегося стекла под ногами уже создавался при помощи графики. Как видите, за кулисами сериала было так же страшно, как и в фильме. Еще одним ужасающим заданием во множестве игр было перетягивание каната с изюминкой. По задумке участники с двух сторон прикованы к веревке наручниками. Сделано это для того, чтобы никто не отпустил канат и не сбежал раньше времени, а в случае поражения вся команда летит вниз с большой высоты. Режиссер объяснил, что его целью было попытаться имитировать атмосферу настоящих детских площадок. В этой сцене мы играли в игру на выживание на якобы невинной детской площадке. Это само по себе было чувством некоего концептуального искусства. И как добавляет один из актеров, обычно мы не играли в перетягивание каната в реальной жизни. Для себя я обнаружил, что это требует большой физической силы, но в фильме это было вопросом эмоций и разума. На самом деле игра происходила далеко не так высоко, как на экране, но актерам все равно пришлось крепко держаться за канат. Проигравшая команда действительно падает и болтается в воздухе, хоть и с подстраховкой. Друзья, а вы уже успели посмотреть сериал? Сколько вы бы ему поставили по шкале от 1 до 10? И какое испытание затронуло вас больше всего? Жду ваши ответы в комментариях. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok